всем привет дорогие друзья с вами программа двр диван вопросов от родителей и если ты только подключился значит ты в правильном месте сегодня у нас очень необычный гость дан по фамилии блинов правильно правильно здрасте привет долго ждал и тогда расскажи немножко о себе может тебя кто-то не знает хотя не знают таких людей на данный момент я являюсь пастором церкви явление духа и силы в которой мы сейчас прямо находимся да ребят пастором молодежно про не это являясь старшим пастором старшим пасу так вот бывает да сколько же тебе лет 24 года я переехал этот город санкт-петербург из небольшого города в предуралье город зайца мажга вот переехал сюда 18 лет ругать не это благословение хорошее такое хороший город знаешь мажкает такой народный герой мурской республики что он сделал не спрашивая я не помню скажу вот я переехал сюда 18 лет и вот как раз таки начал свое служение есть как молодежный лидер и к 24 меня рука положили на старшего пастора церкви также я занимаюсь музыкой являясь лидером прославлением мы записываем альбом уже второй сейчас нашей команды в общем то вот кратко раз ты попал на программу наверняка ты один из двр так расскажи что для тебя значит двр про твою семью как вы воспитывались как проходило твое детство честно говорят для меня двр было как такое обзывательство да потому что но чаще всего когда люди говорят тебе двр но они подразумевают что они не двр и эти бы ты вырос в теплице знаешь ну тут фраза которая часто я слышал свой адрес скорее осуждающий на такая да типа вот тебе повезло ты двр ты в теплице рост и жизни не знаешь еще вот но кидали кидали у меня кидали вообще жизнь провинции на отличается несколько цветки таких крупных городов что для меня быть двером или как меня воспитывали какой давай сначала от первого вопроса каково это было быть двером и и потом как все но для меня это было непросто но мне казалось такой небольшой привилегии с одной стороны я понимаю что это вызов непросто но мне внутри такая была гордость за то что я все-таки родился в семье христиан и действительно восхищался любил своих родителей то есть меня были сверстники которые но они говорили мне так типа чувак не парься вообще зачем тебе это нужно типа ну поднимай ты руки ну там как бы делали что ты верующий ну так сильно не лезь это с головой новому то головой не кидайся но для меня это было действительно серьезным и я очень уважал родителей поэтому даже когда еще сам не был верующим я из уважения к ним ну посещал церковь и сидел на втором ряду извини ты стал верующим я думаю что переломный момент был в 14 лет я принял христа ну собственно сам без того чтобы родители мне давали какие-то там наводки сподвигали меня к чему-то из-за каких-то подростковых своих там переживаний по поводу особенностей ну расскажи немножко нам вот интересно все такое подростковые переживания и особенность хорошо моя мама была преподавателем и на есть преподавателем музыкальной студии вот папа был младшим пастором церкви моя мама преподавала и я самый единственный ребенок в семье был сейчас уже это не так и в руле да сейчас в моих семьи пять шесть детей вместе со мной да тогда я был один но моя мама была такая фишка сколько она была преподавателем ее дети достаточно были такие успешные музыкально а меня на к себе не брала потому что я такой непоседы и не вспомнил преподаватель я вспомнил как маму возможно тебе знакомы такие вещи иногда профессиональность на сфере вот у меня такая была фишка и мама не брала к себе в студию с меня детей возила по в европе они в франции были там лет шесть девочка она была не даша сейчас по-моему она учится в москве внесенки тогда я записываю я помню всех их даже благословляю даша вот она в 6 лет взяла в париже на конкурсе едет пиап гран-при музыкально она пела песню на французском в шесть лет и тогда было лет уже 12 вот мама когда возвращалась этих своих таких вот туров музыкальных творческих она собирала своих подруг у нас дома и она говорила одну фразу которая сами ничего плохого не носила на меня на глубоко ранило она говорила мои дети они там вот мои дети на самом деле единственный ее деть я был просто прохиндяем которые музыкальной школе там ну как бы ничего сильно не блистал но мне хотелось быть как бы таким достойным мы риск оба музыканты и в нашем большом городке все их знали и я очень часто слышал фразу типа вот твои родители ты олух я такую фразу слышал преподаватели музыкальной школе и в церкви то есть ты достаточно часто встречался с суждением ну не знают суждение это или нет но тот факт что меня сравнивали определенные ожидания испытывали этот факт ну а вот в отношении родителей я думаю что для тебя это все-таки ценно ты чувствовал когда-то осуждение с их стороны и вообще в отношении твоих действий пока ты рост честно говоря да чувствовал конечно ну не не такие осуждения типа что ты неверующий наоборот меня мама с мамой были совсем тяжелые отношения и я могу об этом говорить потому что мы это прошли и был такой момент когда я уже покаялся мне было 14 и мне мой молодежный пастор сказал давай там будешь делиться словом на молодежки этом то ли мусор не выкинул там то ли нет пылесосил и маме как ты такой типа духовный там пошел целых проповедовать я просто не можешь по пылесосить я буду эти 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 вещи конечно не чуть выбивали из колеи но никогда не было такого типа вот мы верующие ты нет какой-то там плохой были ли какие-нибудь жесткие моменты вот когда-то прям покидал церковь уже после того как ты стал верующим конечно у меня были какие-то обиды были обиды конкретно на пастора потому что поскольку я рос в семье служителей я не супер своего папу говорю и знал жизнь своего пастора и она не всегда была той которая представлял должна быть чтоб я уходил из церкви это какие-то загулы я не могу сказать так типа я дрался там у меня были какие-то такие загоны там я мог однажды уже для после покаяния было уже 16 один пацан в классе меня сектантом называл просто вот просто сектант сектант как бы я сижу на уроке химии сектант сектант знаете такое подосковое доставание я прямо на уроке химии учил корал там сядь на место там ты куда встал я просто подошел к нему взял его за грудки и там он сидел на последней парке азади были цветы и я прямо по цветам его так прокатил вот по-христиански короче ну конечно познакомого со словом да потом конечно мы примирились но конечно были у меня всякие такие перекосы они больше такие были как бы импульсами не было чего-то длительного такого а по поводу библии ты часто читал читаешь сейчас может быть иногда в связи с твоей работой или призвание читал ли библию я читал библию меня заставляли учить стихи когда я слушался родителей но кстати это не было таком знаешь не для меня было такой такой ужасным урок это не было таким типа религиозным актом что прям я вот вообще из-за этого начинала не видеть слова нет это было раза три-четыре и в принципе я реально полюбил божье слово после покаяния больше всего писание люблю истории то есть мне сложно иногда читать послание апостолов потому что мне нужна важна история мне важна история во всем то есть из то что я творческий оценю литературу не нравится когда есть истории поэтому мои любимые книги библии исторические мы начинаем рубрику знание библии с данным блинов ура и так назовите последнюю книгу библии короля иакова в ветхом завете последнюю книгу библии короля иакова это скорее всего какой-то книга славная кто ответственный как правило за написание книги притчей соломон я даже не назвал вариант ответственно вы правильно ответить кого создал бог на шестой день иова михаила адама или иоанна адама на шестой день нет он очень подожди еще раз давай такого создал бог на шестой день но он человек создал гораздо раньше правильный ответ какой мужчина помог иисусу нести свой крест и он из египта иаков из крита симон из кириены или петр из иуде ну что ж вы сами делаете я позору сейчас на всю страну ладно если что есть помощь зала там звонок другу еще раз можно варианты показал мне ответ да или нет иоанн из египта иаков из крита симон из кириены я воспользуюсь помощью зала симон из кириены но она последний на каком языке был изначально написан ветхий завет латинский арабский греческий или иврит серьезно да ну видите я ну не все равно молодец ты стал пастором достаточно рано да как вообще ну не как так произошло ты чувствуешь какую-то сверх ответственность или особенное помазание на пасторство как как вообще это происходит расскажи нашим будущим пасторам каково это быть пастором но я думаю что на данный момент я меньше года являюсь пастором я был до этого молодежным пастором и не возьму наверно вся такую смело искать как бы что я целиком познал глубину этого призвания еще вот я только вступаю в него когда был последний раз когда-то был прям так сокрушен от какой-то новости что или недопонимание было с богом какое-то бывает я думаю что не недопонимание с богом это иллюзия ну то есть это твоя эмоциональная иллюзия ты думаешь что это так наверное уже давненько не было у меня недопонимание именно с богом когда я спрашивал почему так мне были сильные такие недопонимания с людьми и какие-то огорчения и судьи они были примерно год назад последний раз вот но именно разочарование в боге тоже опять же наверное я уже опытом научен что нет смысла него разочаровывается потому что я в своей жизни понял что это не тот кто подведет мы можем не всегда понять что он хочет да но опять хождение же с ним она тебя подводит к тому что чтобы не происходило если ты доверяешь ему или начинаешь день с фразы на исполнится воля твоя это что-то лучше будет чем хорошим вот смотри ты сейчас много дал мне личных советов а мы сегодня уже затронули тему воспитания хотя надо бы еще окунуться советы родителям которые смотрят по воспитанию как сформировать и формировать детство ребенка так чтобы он воспитался правильно нужно ли ограничивать думаю ты понял мой вопрос я понял вопрос сразу же скажу оговорюсь что я сам еще не родители и в церкви никогда не учу о том как правильно строить семью или как учить детей никогда не понимаю эту тему и если меня спрашивают то не только я тогда говорю ну там из пожилых наших до прихожан но я никогда не встаю в позицию что я знаю как правильно я расскажу вам с моей стороны как я был ребенком и как ко мне относился папа и мама и это что поспособствовало моей вере и моему стремлению быть богом это абсолютное доверие их ко мне просто такая яркая история был девятый класс и мои наклассники решили впервые напиться знаете коктейльчики там алкоголь так напиться что прям все вместе что прям вот повеселиться и как бы это было как раз таки мне вот было 15 лет то есть я уже покаялся и ну конечно такая была у меня внутри такое желание хотя бы узнать что это такое потому что я никогда прям в зюзю не напивался вообще я пробовал наверное просто так вот губами макал и но никак не напивался и было такое желание но в то же время я не остановила это я как бы не пил хотя все выпили и потом я своего одного друга доводил домой но он жил рядышком он вообще просто стоять не мог привела домой его мама там просто ждала его там звонила ну как но отмаш рукой хлопать по лицу мне там чуть не прилетела и это был пример четыре часа утра уже и вот просто всем звонили там родители ты где там они там многоклассник один телефон выключил другой там просто гасился что-то обманывал и был интерес то что мои родители мне вообще не звонят ну то есть они абсолютно мне не звонят не спрашивать не смс не напишет ничего и вот отвел своего одноклассника иду такой домой и думаю мы родители вообще ну как бы им все равно они как бы не не наблюдают за моем принципе мог бы ну и я пришел и мы эти я действительно зашел в комнату людей посмотрел они спят спокойно абсолютно на столе записка сынок мы тебя поздравляем с окончанием школы там возьмем у тебя там тортик или пиццу оставили на столе и там увидимся завтра вечером типа мы тебе там что-то приготовим к это вечер и я сел как бы около этой пиццы и прям прям послезился потому что действительно понял что вот как и для меня это суть благодати была тогда то есть я не заслужил этого в принципе я хотел не оправдывать их ожиданий но они все равно доверяли мне и теперь я больше не хотел никогда их подводить не потому что я их боялся или боялся как бы что они меня накажут что они меня осудят или они там будут мне мозги промывать я не хотел я боялся их расстроить вот этот страх я думаю что можно как-то с отождествить его с страхом господним то есть я верю что то что у нас сейчас должно быть в отношениях с богом это тоже не страх ада а страх ранить его сердце починить ему больно вот так же у меня с родителями и вот через этот поступок они первых приблизили меня к себе позволили мне увидеть грань бога иначе и приблизиться мне как богу да потому что я наглядно понял через эту ситуацию самого бога отца это очень мудро вот и я рекомендую всем родителям насколько это возможно доверять своим детям и мы будем делать ошибки это не минуем а как же избежать многие доверяют своим детям и слышал такую вещь что многие родители из-за чрезмерного доверия перестают следить и из-за этого какие-то печальные последствия как ты ну насколько я знаю таких людей о которых ты сейчас говоришь типа у них была полная свобода и ними не следили чаще всего так происходит христиан да когда родители именно только следят но они имеют с ними отношений знаешь я знаю очень много детей пасторов которые сейчас в миру и родители вроде старались за ними следить и там какие-то буквы закона там и вот и учили там контролировали но при этом у них не было здорового здорового времени с детьми вот в моей семье было иначе ну мои родители мои лучшие друзья и тогда было и сейчас так то есть я всегда с ними ездил и тусовался с ними отдыхал вместе с ними и когда я сказал я хочу поколоть уши там да у меня не было претензий ко мне там я хочу сделать татуировку как бы сынок ну хочешь сделай это прикольно то есть как бы это какая бы спорная эта тема не было но мы искали альтернативу всегда и как-то обсуждали и некоторых вещей я сам отказался и перестал делать ну а если бы они меня заставляли там тюкали я бы наверное как бы сделал наперекор им небольшая рубрика церковный лайфхак с данным блинов дан мы знаем что ты профессионал в сфере отношений с церкви как какой церковный лайфхак ты можешь дать нашим молодым зрителям если ты левит и ты стоишь на сцене поклоняешься я рекомендую тебе одеваться попроще как бы это не звучало вот мы с нашей команды приняли решение что мы будем одеваться в одежду которая не будет привлекать на себя внимание потому что акцент должен быть на боге это такой не смешной лайфхак просто серьезный я щас не говорю про то что нужно типа одеваться всем в одинаковые юбки можно одеваться модно вот например как я сегодня одет но при это опустить но при этом не ярко и не вызывающе то есть я за то чтобы люди одевались так как им нравится но при этом рекомендую всегда чтобы люди были свободны и как бы от каких-то ярких таких перед насыщенных цветов в церкви бывает очень много разных людей говорят да так многие говорят сам ты выделяешь каких-то ну я выделяешь каких-то типов слышу вот не всегда считаю что это правильно но я всегда группирую людей мне так удобнее как будто иногда я думаю что из-за этого я пожинаю плоды не всегда это правильно получить можно быть честным быть до необходим вот я не не уверен что это правильно но в своем сердце своей голове я реально группирую людей когда вижу человек я с ним поговорю пять минут и такой так но это примерно вот как валера или это примерно как лиза это из одной типа класса люди типа у него примерно такие проблемы примерно такие сложности были в семье да сейчас сразу как бы такой иногда себе рисую план и иногда как ты вешаешь ярлык это неправильно но с другой стороны иногда тебе когда ты можешь сразу человека как бы разгруппировать да ты тебе легче его погрузить в ему необходимую среду ну как пастору да то есть наша задача человек пришел и не искусственно к нему лезть типа в душу пытаться с ним дружиться потому что это это будет искусственно ну неправильно а показать подвести его к тем людям которым действительно будет наверное интересно а как ты думаешь какие качества у тебя есть сейчас которые ты видишь у других пасторов у тебя сейчас нет вот ты понимаешь что не достоин наверное если другого нет если такой друг макс кравцов да знаю знаешь такого вот он часто появляется на тебе и все время смотрю на него но мы часто с ним делать проект вместе и смотрю на него и он такой вот то есть приезжать в питер конч пастор известный пример лёша романов или там еще какой-то пастор из казахстана был у нас на погружении или неважно кого-нибудь крутой там пастор и вот где бы вот кто-то бы не приехал и сразу вижу там макса кравцова везде всегда он просто вот не знаю что будто у него просто какие-то стоят там браслетики на всех пасторах и как только они пересекают границу ленобласти он сразу просыпается так все мне нужно выезжать скорее всего так и есть мин нам нужны твои часы пожалуйста если не думаю что что почему у меня этого нету не знаю может нужно мне на самом деле это или нет но иногда я думаю что мне это нужно я смотрю на него вот он общается как бы с элитой а с другой стороны не знаю то есть хорошо какими вы эпитетами ты бы мог описать вот назови несколько сейчас который тема нравится качество или возможно нет импульсивный можно поражать или плохо я думаю что мы все состоим с граней одно заносит на это может быть чем-то крутым а с другой стороны ты может быть чем-то хорошим то есть нельзя сказать что импульсивность или как деньги ниже не хорошие неплохие важно как мы их используем вот так же и моей импульсивности на нехорошая неплохая на просто есть иногда она играется очень хорошую роль иногда усложняет некоторые вещи следующие наверное я чувственный чувствительный через сквозь слышь то есть чувственный чувствительный я думаю что опять же это такая же грань которая позволяет мне чувствовать бога людей музыку там творчество да не просто позволяет создавать но иногда и слишком близко что-то принимаю к сердцу наверное у каждого человека есть самый важный жизненный урок или принцип которому он всегда придерживается который передали моего родители какой этот принцип в твоей жизни и мог бы ты сейчас поделиться с нашим юным зрителям я могу передать главный принцип и к сожалению мне но не отчасти оперы родители но вообще это мой такое открывание на котором я строю свою жизнь это псалом 70 14 стих есть такое место в библии которым я считаю своим жизненным кредо на тебя господи упываю я да не постыжусь во век по правде твоей избавь меня и освободи меня преклони ухо твоё ко мне и спаси меня будь мне твердым прибежищем куда я всегда мог укрыться ты заповедовал спасти меня ибо тверды не моя и крепость моя ты божий мой избавь меня из руки нечестивого из руки беззаконника притеснительно ибо ты надежда моя господи боже упование мое от юности моей как бы от детства понимаешь на тебя на тебя утверждалось я от утробы это про нас мы эту трубу утверждались в нем ты извел меня из чрева матери моей тебе хвала моя непрестанно для многих я был как бы дивом но ты твердая моя надежда да наполнятся уста мои хвалы холою чтобы мне воспевать славу твою всякий день великолепие твое не отвергни меня во время старости когда будет оскудевать сила моя не оставь меня ибо враги мои говорят против меня подстерегающий душу мою светуются между собою говоря бог оставил его преследуйте и схватите его ибо нет избавляющего боже не удаляйся от меня боже мой на помощь поспеши мне да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей да покроются стыдом и бесчестье бесчестием ищущие мне зла и вот тот самый стих а я всегда буду уповать на тебя и умножать всякую хвалу о тебе или в новом русском переводе написано а я постоянно на тебя надеюсь и умножаю хвалу о тебе и вот здесь идет описание давида и он рассказывает о том что ты извлек меня из зроба матери от юности дней моих ты вел меня это все про меня действительно это находит отклик моем сердце то есть был бог с самого рождения со мной и мама посвятила меня когда только я еще был внутри нее и это про меня это находит отклик и потом когда я нахожусь сражение это вид находился в сражении на него мнение людей давило были какие-то обстоятельства которые просто сдавили душили его он их перечисляет он говорит сговариваются против меня люди кто-то то-то про меня говорят здесь я их в потыкаю тут они меня ненавидят и потом посреди этого псалма такой короткий стих который разворачивает ход всего события если просчете дальше то увидите что он начинает хвалить бога этот стих а я постоянно на тебя надеюсь и умножаю хвалу тебе мне нравится это начало а я она как бы разворачивает тебя с обстоятельств в сторону того кто эти обстоятельства может победить она разворачивает взгляд и взор и ориентиры твои и и и как бы он говорит а я все равно и неважно чтобы там не было я постоянно на тебя надеюсь и дальше он не просто вот я надеюсь на бога ягод я умножаю хвалу о тебе если посмотреть расширенный перевод то я живу так что люди хотят хвалить тебя вот мы вам мой вам совет или мое напутствие и мое кредо не просто найдитесь на бога оживите так дорогие двер и все кто смотрит чтобы ваша жизнь умножаю умножала хвалу о его имени это очень важный совет дан спасибо тебе большое и кстати тебя же зовут дан они да не нет нет не зовут дан его зовут дан шестое колено израилева шестое коленина израилева а я из левитов да я судей судей спасибо тебе с нами был дан судья блинов и никита нам это была программа двр пишите ваши вопросы может быть вам интересно задавать нашим следующим гостям а мы с вами как всегда будем здесь пока